Очень много вкусной еды, даже с Казахстана приезжают сюда люди, и они хвалят еду нашу бесконечно, и люди, наверное, у нас в Петербурге. Альпийские луга, озера, леса, очень красивые места, как и зимой, и летом, и весной, каждое время года по-своему красиво. Какая-то слоя энергия может, может быть, что-то оно не медленнее. Здесь могу сказать одно, что есть такое выражение, вы наверняка его слышали, «Ташкент – город хлебный». Это, как бы, не зря говорится, потому что люди здесь очень гостеприимные. Меня зовут Пахромакия, я здесь в должности Мутаваля. Вообще зеленый город, у нас город очень красивый город, люди тоже очень добрые, и особенно, когда люди религиозные, они очень добрые, добрые. Но деньги – это главное или нет для жителей Азбукистана? Деньги – это всем, да, даже, это деньги, деньги всем нужны. Главные. Главные. Ну, ну, очень у нас такой народ терпеливый, очень терпеливый. Вот как вы считаете, Азиз, у нас добрые люди? Очень. Очень. А в чем проявляется доброта? Вот в городе очень добрые люди, вообще. Любой проблем, да, подойдете, вот, допустим, с собой денег нету, да, вот так себя остановите, хоть один из Абберет, но два-три, а сами все заберут, вас до дома отвезут. Ну, вот, честно скажете, да, да, вот остановите, вот скажете, да, у меня вот такая ситуация потерял, нету, да, вот, или забыл. Пожалуйста, отвезите, отвезет. Или вот скажете, что-нибудь чем-нибудь поможет, да, вот кушать или что-то. Вот, у нас люди очень добрые, помогают всегда. Вот, если вот на улице вас никто не вручает, да вот в мечеть пойдет любой. Зайдете, там вас обязательно и накормите их, будет одевать. На чем строятся вот наши принципы, на чем мы едины? Какой дух у нас, расскажите, вот чем мы дышим, к чему мы идем, что нас радует, что нас огорчает? Я вот одно точно знаю, вот, узбекский народ всегда верит завтрашнему дню, да, вот. Надежда, да. Да, надежда, да, надежда, дай бог, всё хорошо будет, лучше чем сегодня будет. Вот это главное у нас. Надежда у нас есть всегда на завтрашний день. Мы емаклары. Да, емаклары очень панзи, bizim емаклар. Субтитры создал DimaTorzok В Узбеке всегда много было денег. Да. Сформулируй вопрос, который они тебе пытаются задать. Они тебе пытаются задать. Откуда ты берешь силы, допустим, для своих занятий, что тебя мотивирует? Мне сердце, так сказать. Кажется, все равнования, чтобы у меня повышенный результат был. Чтобы поднять флагмус Дегестан. Вот, чтобы поднять флагмус Дегестан. Да, конечно, я поднял Вамерку. Да, я поднял Вамерку. Вот, вот, вот. Что есть внутри у вашего народа? Внутри, как сказать, венергия. Расскажите, какие у вас люди? Ну, люди, как это сказать, гостеприбили, да, чтобы... Гостеприбили. Как сказать. Мы 22 года назад открылись. Мы с того дня почти еще ничего не поменяли. Как тогда работали, до сих пор так и работаем. Ничего специального там для привлечения туристов не делаем. Рекламные кампании не ведем. Естественность, вкусная еда и приемлемые цены. Ничего личного. А в целом можете сказать про жители Ташкента, Успекистана, про людей? Какие люди? Ташкент, менталитет Ташкента какой? Он всю жизнь был многонациональный. Даже до прихода Российской Ферии, в середине 19-го. Потому что это был как караван-сарай. Ну, это мини-советский союз Ташкент. Всегда. Да. Вот вы от этого сами получаете удовольствие? От того, что вы кормите людей? Ну, это результат, да. Просто, конечно. Это же как, например, когда человек же побеждает, например, медаль получает чемпиона мира или олимпийского чемпиона. Это, в своем роде, тоже награда же. То, что ты работаешь и люди это ценят. Это же, конечно, это же как... Просто там олимпийскую медаль не каждый день получают, а я каждый день получаю. Круто. Ну, вообще. Вот эта доброта и тепло, которое вы получаете от людей. Конечно. Слушай, ну вы вообще такие. Это в течение 22-х лет 49 миллионов человек поступало у нас. Когда мне говорят, от чего зависит успех человека, я говорю, может быть, какой-то маленький процент от ума, какой-то маленький процент от трудоспособности, но основное это удача. Харговаться. Это базарный рынок. Как правильно от меня? Да, я уже все. Я спрашиваю, ты спрашиваешь, вот договоримся, это халал будет по-узбекски. Если договорились. Да, да. Вот мы с тобой договорились, вот это халал по-узбекски. Честно. А как понять, что вот я у тебя прошу, ты говоришь 100, да? Я говорю 50. Нет, так нельзя. 50 на 50 нельзя. Ты тут скидку сделал и все. Договоримся. Идея, это же рынок же. На базаре все должны торговаться. И дешево можно, и дорого можно. Все может быть на базаре. То есть совесть тут тоже нужно? Конечно. Все зависит от того. Я когда родился, мне было 6 лет, я на базаре. Уже мне уже 52, 45 лет я на базаре уже. Так вы все знаете? Все знаю. От звонка до звонка все знаю. Да. И вот когда люди к вам приходят, вы уже их читаете и знаете, как разговариваете. Да, да, да. Кто читает? Что надо им? Что надо? Все зависит от обращения. Что нам надо? Если грубо будете обращаться, они уйдут. Как тебе зовут? Ильяс. Ильяс. А мне Донью Арбей. Очень приятно. Останься сегодня. Я тебе плов приготовлю. В Ташкенте. Потому что у них вот улыбка на лице. Они как гостей встречают. Для них гости это самые-самые важные. Пульс семьи, который здесь есть, очень важен для нас. Мы европейцы другие немножко. А плов какой? Самса. А какая красота ручной работы. Посмотрите, тарелки все прочее. Алиганы вернее. Приезжай сюда народ. А что здесь такого есть? Почему стоит сюда приезжать? Добрые люди. Чистое сердце. Ислам. Ислам. Плов. Самса. Климат. Горы. Конечно. Ташкент город хлебный. Почему говорят? А? Потому что все здесь. А мультикультура какая здесь? Здесь разные народы собрались. Древние традиции. Здесь особенная энергия. Она не то что особенная, она вообще уникальная. 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 Можно ее как-то назвать? Она вот на уровне интуиции, на уровне души. И поэтому здесь легко зарабатывать деньги. Да вообще что легко. Как говорят тут веки. Живи, кайфуй, кушай, гуляй, общайся, наслаждайся. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok